Привет, друзья! Мы смотрим на игру, именно эту я буду разные игры вам показывать, мы смотрим на самого героя и на саму тактику. Имбогайн, да? На самом деле сейчас Войт стал невероятно сильным героем, очень сильно, напомню, что они так давно, ну как не так давно, уже в принципе давненько изменили его скиллы, если раньше Войт был чисто кэри, то теперь Войт в первую очередь это уже инициатор. Можно даже собрать Войта с саппорта, то есть в этом направлении, но уже мало смысл собирать именно Войта в дамагера. Ну это вот моя игра, да, за Войта. Короче, смотрите в чем суть. Я рекомендую всегда идти Войтом на харду. Опять же, в начале, заметьте, я покупаю всегда вард, поэтому покупаете или сами вард или попросите своего союзника. То есть, говорите на базе, там нажимаете на Y, да, появляется колесо чата и выбираете, нам нужен вард, нам нужен вард. Если вам дадут вард, это хорошо. Дайте мне камеру, пожалуйста. Вот. Если нам дают вард, то лучшее место этого нету. Я вам рекомендую всегда ставить сюда вард. Вы или можете пойти заблочить спаун. Ну, не то совсем. Лучше я буду ставить сюда. Потому что, если вы заблочите спаун, у вас не будет здесь вижна и вас могут убить. Если вы стоите в этой харде, да, за свет, то ставите вард в это место. Еще преимущество, что когда вы ставите сюда вард, вас никто никогда не спалит. Никто никогда. Дальше, если люди идут с руны, да, они как-нибудь вот так идут, идут, но они не увидят, что вы здесь поставили вард. Потому что вы ставите вард отсюда. То есть, вы стоите здесь, вард ставится сюда. То есть, это беспалевный вард, при этом невероятно полезный, который помогает вам пережить различные ганги. А, преимущество в это вайда, да, то, что изменили ему первый скилл. Теперь он, ну, не теперь, а уже давненько, он откатывает получаемый урон. То есть, он на 2 секунды обратно откатывает время и восстанавливает себе здоровье, потерянное в течение этих 2 секунд. И от врагов, и от союзников. То есть, теперь союзники у меня отняли здоровье, я могу тоже его восстановить. А, это делает вайда нереально тяжелой целью для врагов. То есть, нас очень сложно будет убить. Здесь, видите, немножко сложновато в том, даже в плане, что там есть бэйн, который может кинуть слип, там сларк, прыжок. Кстати, чтобы вы знали, да, наш первый скилл разрывает связь сларк. То есть, если сларк делает связь, ну, прыгает она через второй скилл, то мы спокойно можем юзать первый скилл и уходить. Например, Миран этого делать не может. Если она юзает свой прыжок, да, она прыгает на одном месте. Это большой плюс. Поэтому, я бы рекомендовал брать вайда против сларка. Сколько я стоял против сларка, а я отыграл на вайде за последнее время очень много игр, да. Всегда выиграл лайн. То есть, видите, я спокойно могу идти с ним на размен. На первом уровне всегда качаем первый скилл. Всегда, чтобы мы могли уйти от любого ганга. Потом мы максим всегда третий скилл. Потому что теперь стоя, да, там, против любого врага, против сларка и так далее, мы сможем идти на размен. Если я буду бить сларка, да, он проиграет. Смотрите. Все. То есть, он прыгнул, отнял здоровье, сделал связку. Я с помощью одного скилла это все просто отменил. Так вот, прокачая третий скилл на один, на два раза, мы спокойно можем идти на обмен здоровьем. То есть, мы просто будем бить. Если ему повезет, было и такое, что подряд выпадают баши. Много раз такое было. Там по три баши, по четыре. Даже было такое, что враг этого не ожидает. Он думает, типа, пойду на размен здоровьем. Видите, я наглею. Вот преимущество. Благодаря варду, который стоит здесь, а не здесь, да, я полностью вижу, что делает бэйн. Я могу спокойно здесь наглеить. Я наглею, наглею, бью сларка и знаю, когда этот бомж ко мне подойдет. Все. Ну, про первый скилл я вам все рассказал. Да, мы делаем прыжок, отменяем получаемый урон за две секунды. А, третий скилл это баши. Ничего здесь особенного нет. Просто есть шанс, что мы нанесем баши. Дополнительный урон и оглушение. Оглушение одна секунда против героев. Насколько я помню, две секунды против крипов. Раньше всякие там башеры, да, не работали на вайда. До тех пор, пока там какой-то игрок, по-моему, это был Энви, да, не собирал, ну, тогда еще нельзя было собирать Абисов, да, или башер. Он решил собрать его на селедку. И тогда у него ничего не получилось. И вальвы, они решили сделать по-другому. Они решили разрешить башер. То есть, они разрешили башер, но просто у нас баши не добавляются. Если мы соберем сейчас башер, у нас не будет дополнительного башера. Но у нас будут идти статы. Так для чего собирают башер время от времени, да? Собрать башер можно селедки или вайду только для того, чтобы его апгрейдить в Абисов. Только для этого. Именно поэтому и разрешили башер на вайда, запомните. И на селедку там, и на тролля, чтобы можно было апгрейдить в Абисов. Чтобы была активка, там, долгий стан. Ну, сварка, видите, получает по лицу. Я говорю, я еще ни разу не проигрывал лайн против сварка. Это просто сделать невозможно, невозможно. Еще, друзья мои, я вспомнил, да? Совет вам, если вы стоите против антимага. Это было в другой игре. Стоял против антимага. Само собой, если вы будете с ним идти на размен здоровьем, да? Он будет сжигать вам ману. И вы первый скил не заюзаете. Видите, как наглее, смотрите. Я не знаю, я, честно говоря, не помню. Эти игры были давненько, может быть, там, два дня назад. Не знаю, убью его, нет? Нет, не убью. Но в любом случае, убейте. Не забывайте. Вам скажет любой профессионал, что в этом патче рулит агрессивная игра, друзья мои. Агрессивная. То есть нужно играть агрессивно. Так вот, против антимага. Что делать, если стоит антимаг? Вы тоже идете на размен здоровьем, там, бьете его. Он сжигает ману. Первый скил у вас... Ну, вы не можете его сделать. Лучше всего тогда уже на самом лайне купите magic wand. Ванды, стики купите. Обязательно купите. А, magic stick, то есть. Стики купите. Великолепный предмет. То есть, там какой-нибудь еще саппорт будет стоять или антимаг будет блинковаться. У вас заряжаются стики. Вам хватит всего лишь там три стика. Три. Вы видите, что требуется 40 маны. Один стик дает 15 маны и здоровья. То есть, три стика у вас будут в инвентаре три стика. Вы всегда будете знать, что если что, вы нажмете и сделаете первый скилл. Всегда. Да. Сколько бы вам не сжигали ману. Вплоть до того, что я вообще прям практически всю игру играл через эти стики. Когда я против антимага. Наполучал по лицу. Прикольно. Прикольно. Про второй скилл. Второй скилл я качаю гораздо позже. То есть, я сначала замакшу третий скилл. Потом первый. И только потом второй. Второй скилл. Он типа замораживает скиллы у врагов. На самом деле, он работает по-другому. Он делает дополнительное время. Добавляет этим скиллам. И визуально типа они замораживаются. То есть, он просто увеличивает время кд у этих скиллов. Время перезарядки. При этом враги замедляются. Ну, хороший скилл, но в начале я от него мало вижу смысла. Хотя, он против некоторых героев шикарно заходит. Против антимага. Великолепный скилл. То есть, например, ты понимаешь. Если вы будете бить антимага сейчас. Да. Он блинканется. Но если он один раз уже блинканулся. Вы можете на него напасть. И заюзать второй скилл. Да. То все. У него будет заморожен якобы второй скилл. И он уже блинкануться не сможет. То есть, хороший контракт. А. И давайте я быстренько расскажу про купол. Уже буду вам показывать всякие купола и тому подобное. Про купол. Вот он здесь гангует. А. Ну, про купол. Здесь все как было раньше. Вы ставите купол. В котором можете ходить только вы и ваши призванные существа. Всякие там. Некрономикан. В том числе ваши иллюзии. Ну, это я просто уже иду на размен. На самом деле здесь не важно. Убью я его, не убью. В любом случае, Витя убежит. То есть, я сейчас просто делаю первый скилл. До свидания. До свидули. Он меня не убьет никак. Так. А. Здесь, по-моему, сейчас я на размен. Вон. До свидания. Давай, домой иди. Вот вам пример. Что Войт в любом случае выигрывает линию у сварка. Даже при том, что у сварка есть ульта. Так вот. Если мы соберем монтостайл. Кстати, тоже я потом расскажу про сборку. Да. Можно собрать монтостайл. При этом иллюзии наши будут ходить в куполе. Если враг создаст наши иллюзии, например, а Shadow Demon кинет нас в астрал. То иллюзии тоже будут ходить. То есть, в куполе ходят любые иллюзии Войда. Именно Войда. И вражеские, и союзные. То есть, и наши, и которые создал враг. Ну, я уже сказал, что можно некрономика на различных призывать. Это бессмысленно. Никогда этого делать не будут. Смысла нету. Хотя, например, бестмастер. Он же собирает некрономика с помощью прокаста. Там ультует, там топоры, некров вызывает. Он, в принципе, убивает. Но он убивает только в начале. То есть, потом он мало кого таким способом будет убивать. Поэтому, некра, навойда я не вижу смысла. Напомню, что с помощью купола также останавливаются вышки и фонтан. То есть, можно, например, кинуть купол на вышку и на врага. При этом, у вас вышка бить не будет. Вот такие вот у нас дела. Из купола можно вытолкнуть с помощью форстафа. Например, если враг заюзает форстаф, который вне купола. Само собой, когда я беру вайда, да. Я там ставлю иконку, например, в харду, что я иду за вайда. И время от времени я пишу. Пишу в чат. Типа, возьмите под купол что-нибудь. То есть, в идеале, чтобы у вас враги... Ой, враги. Чтобы союзники могли бить, когда вы ставите купол. Например, чтобы у них там был дальний бой, да. Рейндж атака. Или чтобы у них скиллы позволяли это делать. Например, какая-нибудь там... Ну, дальний бой. Там, дров рейнджер, та же самая, да. Или... Отличная комба. Это феникс. Опять же, это скиллы, да. То есть, мы ставим купол. Рядом феникс делает яйцо. Великолепно. Да не убьешь ты меня! Не убьешь! Ну, вещдоктор. Это старый баян-бабаян, да. Когда он ставит свой вард и бьет всех, кто в куполе. Ну, в любом случае, не забывайте, что нужно общаться со своей командой. То есть, скажите ей, что... У нас здесь драки показаны, нет? На будущей не показаны, жалко. Скажите своей команде, чтобы они взяли что-нибудь под купол. Но даже если они не взяли, ничего страшно. Помни, что сейчас в этой мета, да, Войт, в первую очередь, это инициатор. То есть, его задача или начинать замес, или останавливать, друзья мои, ключевое слово. А где это видано? Останавливать замес. В принципе, то же самое может сделать сайланзер, да, который начался замес, сайланзер ультанулся, замес, в принципе, останавливается. То есть, инициатива врагов, она уже уходит на нет. Так что значит останавливаться? У врагов есть Магнус. Войт великолепный антигерой Магнуса. Потому что, когда Магнус там влетает, ну, мы не должны в это время быть в толпе, да, мы должны где-нибудь сбоку стоять. Магнус вылетает, стягивает всех наших союзников, куда-нибудь увозит к врагам, мы прыгаем, ставим купол. Все. То есть, наших союзников никто не бьет. Мы иногда... Ну, опять же, вопрос в том... Он уйдет, скорее всего, да? Он уйдет. Ну вот, сварка нажимает, слышу одну кнопку, чего ему напрягаться. Так, вопрос в том, а можно ли ставить купол на своих союзников? Безусловно можно, смотря в каких ситуациях. Если, например, вы поставили купол, да? Там, кстати, убили сварка. Если вы поставили купол, и в это время расстреливают ваших врагов, это плохо. Но если вы поставили купол и на врагов, и на союзников, то есть, если вы поставили купол на союзников, а враги расстреливают, это плохо. Если вы поставили на врагов и на союзников, и никто никого не дамажит, это хорошо. То есть, это называется остановить замес. Это как раз, вот пример я привел Магнуса, который стягивает, и у нас будут такие плюшки. Жак, что он не показывает это. Ну, покажи ж ты. Какие-нибудь замесы. Почему не показывают здесь драки? А давайте мы сейчас сделаем таким вот образом. Сейчас я включу быструю перемотку. Кстати, да, заметьте, что нас, нас, Вайда, убить нереально сложно. Очень сложно. Благодаря этому мы можем наглеть. То есть, там делают кучу скиллов, прокастов, пинвокер, но вообще нас никак не убивает. Если он там кидает ветра, ЕМП, микростаны, вообще посрать. Мы успеваем в любом случае сделать первый скилл. Мы успеваем его сделать. Вот, видите, я сделал второй скилл, за что бинвокер ничего не мог сделать. Я не помню, его убьют? Нет, его не убьют. Так, давайте я тогда сделаю вот так, таким вот образом. Буду дальше рассказывать. А, про итемы. Давайте я пока рассказываю про итемы. Видите, нас убили. Пока убивают, потому что не было купола у меня. А, про итемы. Что же можно собрать нашему герою? Это очень важный вопрос. Что ему можно собрать? Лично я собираю ему в последнее время очень активно аганим. Первым итемом, да, друзья мои. То есть я иду в харду. Прикол в том, что таким образом я выигрываю игры даже с нулевым фармом. Идя в харду, я понимаю, что там может быть очень сложный лайн. Нереально сложный, где я вообще не буду фармить. Просто я ничего не смогу там сделать. То есть нулевым фармом я собираю себе ПТ. Кстати, не забывайте всегда обузить ПТ. То есть переключать на интеллект, когда нужно отрегенить себе ману или там юзать первый скилл, да, лишний раз прыгнуть. На ловкость. Видите, я постоянно переключаю, постоянно всю игру, с первой до последней минуты, переключаю себе ПТ. На ловкость я ставлю, когда мне нужен дамаг, например, поформить крипов, или я уже поставил купол. Можно сделать так, можно включить его на ловкость, да, ходить с ловкостью. Но, когда начинается замес или вас начинает бить, вы понимаете, что вы можете умереть, да, переключайте быстро его на силу. Так вот, потом после ПТ, ну, в самом начале у меня что было? У меня было танго, топорик, вейлинг бойт и обычный щит. На лайне я сразу, на лайне, я апаю в пуршил, да, потому что так же это еще и ловкость, нам нужна атака. И там будет урон хорошо. Особенно против крипов тех же. Кстати, кто-то собирает даже в ВГ на просцене, в ангар собирали вайду. Почему в ангар, смотрите, да? Все купола старились идеальные. Почему в ангар собирает вайду? Потому что, смотрите, я успею идти? Нет, не успею. Пока, видите, пока враги доминируют, потому что, вот, не получается нас избежать ультимойта Магнуса. Ничего страшного. Так вот, собирают на просцене, по-моему, один раз такое видео, или два раза, в ангард вайду, потому что первый скилл, первый скилл, то есть мы получаем долгое время, там, вкапливаем, вкапливаем миллиард урона, и с помощью первого скилла это все обратно возвращаем. То есть с помощью вангарда мы сможем гораздо больше впитать в себя урона, и все это вернуть в обратную. Так вот, все, потом на лайне я апаю все ПТ, и собираю аганим, сразу же аганим. Аганим что нам дает? Он дает, в первую очередь, КД. Закай, помню, аганима КД 60 секунд. Так, где там у нас? А, он здесь не покажет, да, не покажет, к сожалению. Да, да, вот, 60 секунд написано, все правильно, 60 секунд. То есть, получается, даже если у меня сейчас будет 11 уровень, там или ультимейт был бы первого уровня, у него КД 60 секунд. Почему? А, я собираю аганим, да? Потому что из-за того, что КД 60 секунд, я гораздо смогу чаще ставить купола. Ну, это понятно, да? Ну, что это значит? Во-первых, мы чаще сможем гангать, во-вторых, я чаще смогу останавливать замесы, то есть, мне кажется, такого вайда будет очень тяжело запушить, очень тяжело. То есть, я Магнусу ничего не сделаю, я понимаю, просто побью ее немножко. Но, опять же, он мне тоже ничего не сделает, абсолютно ничего. А, их двое, смотрите, видите, засранцы, двое. Да, да, да. Ну, вы видите, сварка абсолютно беспомощная. Не забывайте, всегда мансить, вот я показываю пример, да? Всегда мансите. Вот, Мирана, кстати, я думаю, у всех в команде есть Мирана, которая с его ни разу не попадает. Вот, сейчас будет купол, смотрите, сейчас будут золотые купола. Видите, я поставил купол, чтобы перебить ультимейт, и чтобы кинула Мирану стрелу. Она не кинула, прикиньте, у нее КД стрелы не было. Это вообще провальная Миран, на самом деле. Чего всех убьют, я успею прыгнуть, да? Успел, молодец. Вот, я реально надеялся, что я поставлю купол, Мирана кинул стрелу. У нее была стрела, у нее не было КД, но она стрелу не кинула. Это очень сильно задезморалило. Ну, на самом деле, как очень сильно, просто было неприятно. Само собой, я вам не советую сраться, ни с кем, не надо сраться, потому что вам будут кидать репорты, вы будете играть на ЛП. Это вечно такое будет. У вас будет скрытый пул, и тому подобное. Напоминаю, что скрытый пул уже в доте, он явно открыт. То есть, если вы нажимаете там последние репорты, если вы видите, что у вас там зеленая рамка, значит все хорошо, у вас нет скрытого пулу. Если на красное, да, там показано, на вас там кинул 22 репорта, то вы в скрытом пуле, вы играете точно с такими же анманерами, которым срать на игру, которые срутся, и тому подобное. Ладно, идем дальше, короче. Я, видите, сразу все темы затрагиваю. Это все-таки имбогайд, как стать имбогероем? По щам тебе, пес, по щам. Никого не боюсь, никого. Гуля очень сильный герой, безусловно, вообще посрать. А как, что бояться с первым скиллом? Что бояться? Мразота, что ты? А он, кстати, умрет, да. А буз аромалета пройдет очень плохо. Смотри. Ха-ха, лал. Потом, какие еще итемы можно собрать данному герою? Само собой, можно собрать какой-нибудь манта стайл. Да, отличный предмет для этого героя. Манта. Ее сложновато собирать, потому что надо очень много фармить. А мы не так много фармим. Если мы будем всю игру фармить, то наш купол просто будет бесполезен. Мы должны купол использовать постоянно. Каждый раз, когда он откатывается. Все. Поэтому про фарм речи не идет. А сейчас манта стайл собирается очень-очень сложно через арбу. Мне очень нравится это. Вот, все есть у меня агонимчик. Великолепно. Теперь можно ставить золотые купола. Смотрим на купола. Давай, вот видите, я не иду ни в какой лес. Я сразу иду ставить купол. Все. Я просто хочу ставить купола. Видите, я даже не знаю, какие будут купола. По идее, все должны быть хорошие. То есть, я заранее не знаю, что я перематываю. Поэтому нельзя сказать, что я какие-то лучшие моменты показываю. О, видите, я не знал, что здесь свар, кстати, я не знал. Лал. А теперь буду знать. Но, но, здесь, видите, я не смог нормально пройти. Забосил, меня сложили. Лал. Но все равно, купол я поставил на троих. Это уже хорошо. На троих врагов я купол поставил. Ну, такое бывает. Да, бывает, что ты в деревьях застреваешь. Но, в любом случае, купол на троих, это уже хорошо. Ну, вот вы видите, да, что свар просто вообще ничего не может сделать нашему герою. Тем более, в этой мете в каждой игре берут почти в каждой Рике и сварка. Вот вы знаете, что нужно делать. Ладно, по предметам. конечно, что нам предлагают. Ну, нет, мы уже не собираем. Мом, это бессмысленная вещь абсолютно. Просто бессмысленная. Можно собрать там какие-нибудь, я говорил уже про вангард, да, можно собрать себе обисел. Сейчас обисел стали очень сильно цениться. Видите, пока у меня нету купола, я пошел быстренько убить пару крипов. Сейчас очень сильно ценится обисел. Очень сильно. То есть, можно собрать на войда обисел. Но это, если у вас уже поздняя стадия игры, если у вас реально много бабла. Очень. Можно собрать какие-нибудь там радики, тоже вполне хорошая вещь, но это опять, уже очень нужно много голды. Можно собрать мидас или мидас, кому как удобнее, тоже вариант хороший. Можно играть через мидас, но я говорю, мне больше нравится играть через быстрый аганим. Как можно быстрее его собрать и идти ставить свои золотые купола. А также вы можете купить себе какой-то новый предмет, да, блайндштон, и у вас будет уменьшение брони по врагу. Потом можно собрать, например, дезолятор, да, или МКБ, если у врагов есть всякие там герои, которых есть уклонение, да, это ВР, да, даже можно, если у них нет уклонения, они могут собрать себе батерфляй в любой момент. То есть мы начинаем с такого более-менее инициатора, да, потом уже собираемся в дамаг, потому что в любом случае я рекомендую всегда, во всех случаях, кроме саппортов, собираться в дамаг в поздней стадии игры. Например, если вы играете за инвокера, да, через какого-то там инвокера-инициатора полу-саппорта, который там торнадо кидает, ЕМП, там, форстаф имеет, все равно лучше к поздней стадии игры собираться через дамаг, там, МКБ всякие и тому подобное. Давайте посмотрим еще несколько куполов интересных. Вот у меня есть купол. Я хочу поставить купол. Где купол? Хочется поставить купол. Вот потихонечку я приношу себе по каждому предмету, потому что реально хочется увеличивать дамаг. Да, не забывайте, что с помощью первого скила вы можете передвигаться к какой-то точке, да, то есть не просто идти пешком, а постоянно первый скил использовать. Когда мы прокачаем, он там будет КД 6 секунд, всего лишь 6 секунд будет КД. Да, Сварк, не получается, не получается. Мне показать бы вам сейчас момент, вот, это, ну, да, это не очень хороший был купол, потому что они подвинулись, очень была вся проблема. Но в любом случае, если мы вместе должны выиграть, как я понимаю, покажу вам потом хороший момент, как можно с помощью купола законтрить Магнуса с рефрешером, то есть Магнус с рефрешером просто оказался бесполезным. Он ничего нам не сделал. Вы видите, да, я везде принимаю счастье, я не стою там где-то АФК, я бегаю, бегаю, всех бью, бью. У нас здесь больше людей погибло, да. Я говорю, минус, наверное, на данной игре, что здесь нету героев, которые нормально бьют из-за купола, то есть вне купола. Это плохо. Тоже самое Мирана, который стрелы не кидает, это плохо, безусловно. Но все равно, я говорю, даже если у вас будет там пять милишников, все равно можно это сделать. Хороший вариант, чтобы останавливать замесы. Ладно, давай вот, быстренько перемотаем, посмотрим еще интересные моменты. Потом я чуть дальше перемотаю, а будет вообще шикарный такой момент. Так, вот враги собираются, сейчас у нас будет хороший куполенок. Ну, купола, купола. Вот, 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 сейчас будет замес. Ну, так, 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 а, кстати, они собрали орки, да, они собрали орки, это очень печально. Видите, то есть, я бью, бью в куполе, я знаю, что я с помощью первого скила, потом могу уйти. Ну, в любом случае, видите, что вся их инициация, она была провалена полностью. Орки собрал, сейчас, меня убьют, по-моему, да, меня сейчас убьют. Я не знал, что орки собрал инвокер, то есть, инфы не было, очень вся проблема. Но потом я уже, когда узнал, был гораздо осторожнее. Давайте я промотаю подальше. Где-нибудь, на такой замес хороший. Сейчас. Я хочу показать момент у Рошана. А, там уже все базы снесли, лол. Блин, как же неудобно, что он не показывает эти моменты. То есть, приходится искать. Ну, дальше я попробую посмотреть опять на быстрой перемотке. Видите, что я собрал себе Манта Стайл и собрал себе Блайд Штон. Дальше, по-моему, МКБ себе собирал. Да, МКБшечку собирал. Но, Войди сделана таким вот образом. Пошли, Вой, пошли. Немножко пофармил, потому что пока нету врагов рядом. Вот, все, идем, идем. Хочется драться, хочется драться. Еще запоминаю, что самое главное в этом патче это агрессия. Нельзя стоять АФК. Во, сейчас, сейчас, наверное, будет шикарный момент. Смотрите. То есть, влетает, они все на Рошане. Вот, вы видите, да? Хорошо, Магнус стоит, он уже готов. Все, он собрал всех, смотрите, да? Сейчас всех бы наших союзников убили, он заюзил рефрешер, понимаете? Сейчас все союзники наши должны были умереть. Все союзники должны были умереть, они не умерли. И Магнус не смог использовать рефрешер, он не смог выйти из моего Баша. Вот пример того, да? Когда Войт ломает инициацию. То есть, сейчас замес должен был быть проигран, понимаете? В любом бы случае наши проиграли бы замес. В любом случае, тем более, друзья мои, с вторым ультиматом Магнуса, он заюзил рефрешер, у него была мана на второй ульт. То есть, мы должны были проиграть замес, но только благодаря хорошему куполу, да? Мы выиграли этот замес. Все. В принципе, я вам все рассказал про итемы. Ну, всякие там доедалосы. Я думаю, что вряд ли вы их будете собирать. Это очень нужно много денег на муншар, но это бред. Вот, соберите, как я вам показал. Вот, лучшая сборка. Собирайте себе аганим. Монту я собрал в том числе, потому что у врагов есть оркит. Это очень удобно. То есть, вас опять же будет тяжелее убить. Еще, по-моему, да, у спектры есть монта. То есть, это хороший итем. Такая дота медленная. Вот такая вот у нас ситуация. Имба-гайдец на война. То есть, я рассказал вам про все нюансы, как можно тащить. Безусловно, это очень хорошее руководство, как поднимать себе мэ-мэ-эр в том числе. То есть, ставля, ставя хорошие купола, инициируя или прекращая замес, то есть, спасение своих союзников. Еще раз напоминаю, что можно ставить купол, если там ваши союзники и враги, можно всех накрыть, чтобы прошла инициация у врагов, чтобы она просто остановилась на месте, да, и продолжить драку, когда уже все будут готовы, наши союзники и тому подобное. Все, друзья мои. Спасибо. Спасибо.